Папа у нас ушел в этом году. Лёва папу с 8 июня не видел. Он ушел и забыл. Все. Это было большим ударом. Он два месяца ревел, кричал, открывал окна, кричал, «Папа, иди к нам, мы тебя ждем. Папа, нам плохо без тебя. Папа, мы ждем тебя». Поревели, потихонечку успокоились. Сейчас старшая дочь заменила папу. Лёве 9 лет. Диагноз у нас – умственная отсталость, легкой степени и аутизм. Ну, ты же огромный, сейчас нельзя. Ну, ты огромный, огромный. Узнали впервые в 3 года. Поставили диагноз в 5 лет. Инвалидность получили в 6 лет. Он не говорил. Ни одного слова не говорил. Он не развивался. Физически вроде бы развит, активный, но не общается. Ну, и пошли, начали проходить обследование, стали все узнавать. И поставили диагноз. Конечно, это было страшно. Я могу под водой видеть, а не над водой. Это было вот как обухом по голове. Я когда услышала, я до дома дошла, не помня себя. Я готова была его спрятать. Прям, я не знаю, лишь бы только никто не видел, лишь бы только никто не знал. За что? Почему? Почему именно моему ребенку такое? Откуда? Потому что старший-то ребенок у меня здоров. Академические знания получил хорошее. Он на уровне здоровых детей. У нас остается поведенческий фактор. Серьезный поведенческий фактор. Его я поменять пока не могу. Знакомые скинули сайт про елку желаний. Мы не знали ничего. Зашли и решили, вдруг повезет. А где-то 15 декабря мне позвонили. Счастья не было в пределах. А сейчас, ну, дети счастливы, я счастлива. Это просто, ну, вверх блаженства. Я ни разу не была на море. Я ни разу не летала на самолете. Я ни разу не была в пингвинарии. Я ни разу не видела пингвинов. Конечно, это моя мечта. Впечатление это на всю оставшуюся жизнь. Для нас, для всех. Потому что не только Лёва, еще и старшая дочь у меня приехала. И я приехала. И мы абсолютно все получаем кучу эмоций, кучу удовольствия. И огромная благодарность. До слез мы счастливы. Редактор субтитров А.Семкин